...вообще вот этому уровню супер-шоу сегодняшнего. Представляет Майкл Баффер Марка Антонио Рубио. Марка Антонио, Марка Антонио Баррера, мы помним, да? Любят в Мексике давать такие легендарные имена своим детям. Но они иногда с честью эти имена проносят и подтверждают своей карьерой. 66 боев за плечами профессиональных векровых боксеров, 34 годам, 14 лет на профессиональном ринге, 59 побед, 51 досрочные, 6 поражений, 3 из них тоже досрочные. Геннадий Головкин, 32 года уже, но абсолютно еще не растраченные силы этого боксера, 8 лет профессионалов, 30 боев, 30 побед, 27 нокаутов. 90% нокаутов рейсио, the highest in middleweight champion's history from Karaganga, Kazakhstan. Геннадий 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 Геннадьевич Головкин, 3G, как его называют болельщики. Желаем ему хорошего поединка. Самое главное, что если придет к нему сегодняшняя победа, он завоюет вот этот титул временного чемпиона. Объединяет титул суперчемпиона WBA с временным чемпионом WBC, что даст ему повод охотиться уже за чемпионским поясом по другой, по второй версии. то есть даст возможность объединять пояса и в другой весовой категории да другой весовой появится кто у нас является чемпионом мира главным сейчас до главным соперником по дабы лубисе это друзья мигель фото и бой головкин фото наверное будет вообще самым желаемым долгожданным на профессиональном ринге в среднем весе будем надеяться что этот бой мы тоже с вами посмотрим но пока надо пройти вот этот барьер в лице мексиканцам марка антонио рубиа как они осторожно начинают руби умеют хорошо защищаться вот он умеет держать перчатки высоко не забывать а том что уязвимыми уязвимые места надо прикрывать многие многие но некоторые специалисты отмечаю высокий высочайший класс геннадия головкина все-таки иногда ставят ему в упор что он чуть-чуть порой забывает о защитных действиях но правда при этом геннадий доказывает что он умеет держать удар даже когда он пропускает эти редкие атаки соперников но наверно этого тоже надо избегать потому что впереди еще расскажу самые самые главные поединки в карьере геннадий бьющий боксер причем бьет с обеих рук может нокаутировать как ударом справа так и ударом слева как ударом прямым так и боковым не забывать то что поставленная школа когда-то в любительском боксе до серебряный призер олимпиады в афинах исполнение технических качеств большие результаты они сейчас начинают обмениваться и сматриваться друг другу мы будем так мексиканский боксер видно что он чуть-чуть перенакружал как бы он не говорил да что он не боится головки не боится этого времени что опыт его должен сыграть большую роль но все равно конечно когда ты выходишь против такого не погрузится до слова монстра как головкин в ринге тот трудно скрыть все своими циками ну сегодня с вами уже крушение одного чемпиона но дело в том что есть как говорится закономерность правильно он гол файдал заканчивается первый раунд головкин идет вперед ну собственно другого он и не умеет делать начинает доставать соперника левый сбоку левый прямой все попадает справа рубе стоит и пропустил да один встречный удар сейчас прозвучит гонг концовка раунда появилась на загляденье получилось и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо большое. Так, расскажи мне о этой борьбе. Вот интервью Головкина. А перед этим он уже хорошо освоил английский язык, великолепно разговаривает. Но он только что поблагодарил своих мексиканских болельщиков на испанском языке, друзья. Это тоже было здорово. Это много его стоит? Конечно, конечно. Я перед этим, помните, говорил, что завоевать публику в Мексике это очень тяжело. Но он завоевал, да, завоевал. И он умеет обращаться с публикой. Поэтому, знаете, вот все делать правильно, но нет никакого звездности особенной в его поведении. Скромность его, да. Всегда вот сопутствует ему скромность. Это просто его еще одна золотая медаль или золотой пояс, который он выбил. Ну вот, собственно, то, о чем мы и говорили. Что он стремится к бою с большим чемпионом, как он сказал, Дизель, с большим чемпионом, с Мигелем Котом. Это противостояние будет приближаться с каждым днем. И все мы его будем ждать с огромным нетерпением. Я думаю, что сейчас промоутеры задумаются о том, чтобы как бы это совершить. Супер бой устроить. Да, он говорит, что это был мой первый бой в Калифорнии. Но я очень благодарен этой публике. И все это будет делать. Ну вот так мы посмотрели этот скоротечный бой. Но яркий, очередную супер победу, супер чемпиона Геннадия Головкина. На этом давайте будем прощаться. Мы посмотрели боксерский вечер из Калифорнии. Для вас работали Борис Крепко и нашим сегодня секомендатором и человеком, который посвящал нас во все тонкости. И объяснял нам все тонкости профессионального бокса был сегодня олимпийский чемпион Сеула Вячеслав Яновский. Давайте прощаться. Смотрите бокс, держите удар. Все в вашей жизни будет хорошо. До скорых встреч, друзья. До свидания. До скорых встреч. Продолжение следует...